Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и винодели. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь по призванию. С нами выращивание винограда понятно и доступно. Сегодняшний ролик я снимаю по вашим просьбам. Сделаем обзор, как вызревают лоза на наших кустах. Как всегда, маленькое предисловие. Май был плохой, май был морозный, май нанес нам повреждения. И я помню комментарии в начале сезона, ай-яй-яй, лоза не вызреть, что же делать. Ну, цыплят считают по осени, вот наступила осень. Итак, на этом участке у нас трехлетки, двухлетки, ну и молодые посадки. Может быть, посмотрим не все, потому что это 250 кустов. Очень долго может получиться. Основную картину покажу. И во второй части ролика посмотрим, что с нашим старым виноградником, как зреет лоза на другом участке. Ну что ж, пойдемте. Здесь у нас технари, кадарка, марселан, рябом, мускат, мадзоний и технический сорт легенда. Ну, здесь вообще давно все хорошо и лоза вызрела минимум сантиметров на 80. А где-то и больше, поэтому даже близко не показываю. В Каталонии молодой пересаженный куст, здесь сантиметров на 50 вызрела. Где-то и чуть больше. Здесь у нас прививки прошлого года. Были сделаны черные и зеленые, здесь ламбада и кто-то еще. Вот. Полтора метра лоза вызревшие. Здесь у нас сидят Алиса в стране чудес, Аватар, Азия, Ламборджини, Хэллоуин, Рататуй, Щелкунчик. У всех минимум сантиметров на 50 лоза вызревшие, а то и больше. Это посадки прошлого года. Идем дальше. Ливодийский черный зреет. Каберне дорса сантиметров 30 минимум. Это у нас Шардоне, тоже неплохо зреет, сантиметров на 20-30 уже везде. Ну, практически все побеги. Красивый, но здесь ситуация чуть хуже, тем не менее, тоже процессы идут. Софира сантиметров 60 уже есть. Ну, вот где-то есть такое вот сегментарное вызревание, видите. Видите, внизу, потом еще не совсем, а потом дальше опять все хорошо. Это у нас Альминский, все зреет неплохо, некоторые побеги на метр. У него вообще интересное свойство. В прошлом году он вызрел в самый последний момент. Он может стоять зеленый, а потом буквально в один день глаза покоричневеют. Это у нас Ананасный, все вызрело давным-давно до кончиков. Зигиреба молодой куст, тоже сантиметров на 60 вызрел. Кристалл несколько больше. Второй куст кристалл, а там вообще на метр вызревание полное уже. Пинануар урожайный. Ну, процессы начались, но пока еще не совсем. Вот такие вот у нас здесь лозы. Аколон почти на метр, даже почти на полтора. Рядом Дорнфельдер, ну, тоже примерно на метр некоторые побеги вызрели. Севар тоже метра на полтора. Ну, здесь у нас Ронда, но здесь чуть поменьше вызревание, но тоже неплохое. Здесь же рядом пина ранний, и вот у него интересно, что ягода еще зеленая. Очень поздно стартовал, вообще крайне поздно. Я не знаю, может в начале я не начал растить, и у него лоза зреет неплохо. Ну, и переходим к столовикам. Киш-миш Брависима. Кажется, что даже вроде лозы и поджировали, тем не менее, все здесь замечательно. Сантиметров 80 точно есть, но остальное это уже дело, может быть, даже нескольких дней. Красобалок, ну, процессы идут. Пестры тоже процессы идут. Прима Украины, сантиметров 60-70. Есть вызревание. Черный кристалл тоже, все неплохо. Полонез 50, где-то метра 20 вызревание. Роза ранее несколько поджировывает. Процессы идут, но еще-таки не слишком явные. Бажена зреет, но пока не очень активно. Шарада, в зависимости от побегов, ну, где-то сантиметров 60 есть. Подарок не святая, но здесь процессы идут, скажем так. Хелена, тоже лоза желтенькая, конечно, в зависимости от побегов, но вот этот побег вполне неплохо. Возревает, ну, другие тоже желтенькие. Черная изюминка, несмотря на то, что кустик поджировывает, не нагружен, а лоза зреет хорошо. Кишмеш запорожский, молодой куст, вполне неплохо зреет. Да, не идеально, но для сезона очень даже хорошо. Второгодка журавчик вишневый. Да, может быть, не совсем видно из-за травы, но уже желтеет лоза, и нормально она вызрит. Да, траву не покосили. Будет время, будут возможности, тогда и покосим. Большая просьба любителей прополок. Вам нравится полоть, пропалывать, а мы будем выращивать виноград так, как мы считаем нужным. Дынька где-то сантиметров 40. Рак, ну, смотрите, у нее зреет промежуток между междоузлями, а сами междоузли пока зеленоваты. Вот бывает некоторые сорта, так зреет. Ну, в принципе, зреет. Дарвика неплохо зреет, где-то сантиметров на 60. Сон Анджелики пока желтенький, но процессы вызревания идут. Второгодка и очень поздно проснулся. Тем более, там даже гроздочка в траве есть. Багема, ну, тут вообще все замечательно. Полтора метра вызревания есть. Вот такая красавица. Мальчик с пальчик, процессы идут. Ну, здесь сразу показываю сверху. Шпальера сколько тут? Ну, два метра высоты. Да, и до кончика все вызрело. Это Наташа Ростова. И хоть сегодня речь о лозе, но у нее еще и вот такие вот вкуснющие ягоды. Нельсон зреет. Оскар тоже хорошо зреет, сантиметров 60. Уже есть. И вот такая красота. Конечно, внешний эффект обалденный. Бруно тоже зреет. Урум метра полтора, лоза вызревшая. Карнавал. И тут все неплохо. И даже, и даже есть грозочка в траве, которую мы не заметили. Уже очень поздно просыпался. Но вот солнце мешает. Солнце мешает, но видно, что есть грозочка. Киш-миш белое куриное сердце. Ну, где-то на сантиметров 50. Лоза вызрела. Да, разные побеги по-разному. Тоже немножко он тут поджировывает. Но тем не менее. И лоза тоже неплохо зреет. Это у нас киш-миш северный медовый аромат. Где-то метра полтора. Киш-миш красный. Ну, сантиметров 30. Примерно, может быть, чуть меньше. Белый хрусталь прошлого года посадки. Где-то сантиметров 30. Ну, сказать, гурманный. Надо было показывать с ядрами. Шикарно зреет лоза. И тут такая нагрузка. На третий год мы сняли отсюда килограмм 6 или 7. Ну, еще где-то килограмма полтора, может быть, два. Некоторые лозы доверх вызвели. Ну, и все. Слушайте, с такой нагрузкой на третий год, это вообще шикарно. Немножко посмотрим прошлогодние посадки. Книжна где-то сантиметров 50. И сигналочка. Белая акация тоже неплохо. А вот это у нас гамлет. Мало того, что урожай на всем. Лоза такая крепкая. Крепкая и вполне хорошо зреет. Снежана на метр с хвостом. Вот это у нас слава. Тоже неплохо зреет. Причем все второгодки, повторю, просыпались поздно. И славу мы в прошлом году показывали. Мы садили ее просто черенком сюда. Даже там полукорней не было. Тем не менее, вот как может быть. Графиня на метр двадцать где-то вызревшая. Юпитер здесь вполне неплохо зреет. Вот на старом участке Юпитер основные почки не раскрылись. Пошел из запасных. Ну, то там процессы идут возревания. Чуть позже увидите. А здесь так и вообще неплохо. Здесь у нас шабреву сантиметров тридцать. Причем сигналочка есть. Я по весне этот кустик показывала. Мы нормировали маленьких три ягодки. Ну, остальные тут уже малышата. Сильно их смотреть не будем. И прежде чем мы перейдем ко второй части и будем смотреть старый участок и старые лозы, маленькое резьме. Мы считаем, что все замечательно. Все процессы идут замечательно. Конечно, есть такие суперлидеры, да, как Рабелла, как Наташа Ростова, как Мускат Гурманы. Кто-то отстает, но мы прекрасно понимаем причины. Мы понимаем особенности сезона и понимаем, что еще есть время всему вызреть. Тем более, что главное, чтобы процессы начались. Когда процессы дозревания начинаются, а потом дозревание может пройти крайне быстро. Морозов у нас пока не предвидится. Как минимум, в ближайшие пару недель. Так что у нас все хорошо. Ну, и хочется напомнить злопухателям прошлый год, когда я показывала урожай, и там была куча комментариев. У вас лоза зеленая в сентябре, она не вызрит. Интересно, с чего мы тогда собираем урожай в этом году. Ну, как-то так. Конечно, да, если у вас есть вопросы с вызреванием лозы, пока еще стоят теплые дни, можно пройтись с калием по листу. Потому что пока стоит температура выше 10 градусов, а лист калий усваивает. Когда температура становится ниже, лист уже калий усваивать не будет. Но, тем не менее, идет снижение температуры. Глаза понимают, что становится холодно, надо к чему-то готовиться. И вот по нашему опыту, бывали случаи, когда она вроде зеленая-зеленая-зеленая, а потом раз, резко и вызрит. Вот пример Альминский. Вот в прошлом году, по-моему, начало октября у меня была фотография на телефоне, я специально посмотрела, я фотографировала урожай, была абсолютно зеленая лоза, вообще как трава, не желтенькая. Нет, вообще зеленая-зеленая. И она вызрела. При том, что было холодно, были дожди, мало того, что вызрело, мы черенки нарезали, да, и саженцы вырастили. И плодовые стрелки получили, еще и урожай в этом году. Поэтому, ну, как бы, мы считаем, все хорошо. Сейчас смотрим второй участок. Ну, а теперь мы переходим с вами ко второму участку. Здесь у нас русский ранний, зилга. А вот по этой стороне, ну, можно даже не показывать. Здесь у вызрела вообще до верха. Ну, русский инвентарный, то же самое, практически до верха шпалеры. Это Валек с краешку, Валек зреет. Аркадия шикарная, вызревание лозы на полтора метра практически на всех побегах. Аркадия вообще шикарная в этом году по всем параметрам. Причем уже такая лоза у нас была недели три назад. Вот, Мадонна тоже практически до верха. Вот это у нас пеноранье, тоже плохо просыпался в этом сезоне, это молодой куст. Но здесь лоза зреет лучше, чем на втором участке у такого же сорта. Практически тоже метр с хвостом. Молоденький куст мера, здесь шикарное вдевание. Каталония немножко отстает, но она тут под покровом зелги, поэтому ей тут не очень комфортно. Вот эти коричьи милозы, это Елизавета. Молодинок и Шмир Запорожский. И тоже, да, видно. Почти под два метра. А память учителя неплохо зреет. Конечно, не на полтора метра, но более-менее вызревание идет неплохое. В этом году он у нас несколько отстает, но ничего страшного. Вот здесь тоже его лозы. Ну, неплохо вполне. Велес тоже неплохо зреет. Он у нас все время поджировывает, как-то ему тут сложновато растить. Но вполне в этом сезоне. Здесь у нас Байконур, чуть дальше преображение. Ну, примерно состояние лоз одинаково где-то на уровень метра полтора. Даже вот жирующие побеги преображения тоже неплохо зреют. А толст тоже вполне неплохо. Это у нас лоз чистый. О, процесс ведет. Вся лоза вот такая желтенькая, но пока еще не совсем видевшая. Киш-миш-находка неплохо. Особенно с учетом того, что она весно подморзла сильно. Толозы зегиреба где-то на метр. А некоторые больше. Причем зегиреба в этом году очень хорошо нагружена. И растянут на большое расстояние. Про сенье вообще можно ничего не рассказывать. У него лоза до верха. Висит посылковый урожай. Зрелый академик. Примерно полтора, может чуть выше. Здесь же у него и саксиние лозы переплетенные. Там такая же история. Мария Магдалена. У него обычно лозы вперед урожая зреют. Но не все побеги. В этом сезоне что-то сделала. Что-то еще такое. Надо подозреть. Ну вот просто как она растет. Кто понимает, выводы сделают. Не самое лучшее условие. Донские зори тоже сильно повредившись. Вот тут прям кост жирует. Вот так вот все пошло. Но лоза возревает. Лоза возревает. И вот видно, что на этом подъеке. Дальше просто есть и не закрыт. Грозь вот такая красивая. И сезон зазреет. Должно все здесь быть замечательно. Здесь у нас прибалты. Даже можно ничего не показывать. У них лоза зреет всегда. И практически на всю длину. Здесь же рядышком галант. Вот эти вот листики. Это галант. Сильно подмерз. Жировалтин. Вот его лоз. Вполне неплохо зреет. Кстати, у галанта один год. Тоже он у нас поджировал. И мы лозы в таком желтом состоянии. Положили под зимние укрытия. Ну так на зиму оставили. И прекрасно перезимовал. Вот галант так зимовать может. Ну в этом сезоне с ним проблем нету. И что интересно. Буквально вчера сняли урожай. И сегодня уже пошел массово желтый лист. Все, сняли урожай. Сейчас лоза момента вызрит. Вот так бывает. Уже много раз мы замечали. Ромбик метра на полтора вызрел. Несмотря на то, что поджировывает. Ну самое интересное, это наверное вот этот. Вот этот куст все. Это цинус. Подмерз. И фактически все пошло от головы куста. Положено в горизонт. Вот смотрите. Зеленый подрек был вложен в горизонт. И вот то, что вы видите, это пасынки. Ну в основном. Не все, конечно, есть лоза, которая тоже запущена наверх. Но кое-что это пасынки. Жрут страшно. Грузили тут вот всем, всем чем можно. Да, вот грозды что-то из каких-то замечающих почек. А там дальше есть грозди. На пасынках. То есть ну и вверху. Вот специально тут не шибко чеканили. Раскладывали, потому что есть селушка богатырская. И куда-то ее надо девать. А конечно пару раз кали мы прошлись. Тоже мы не будем скрывать. Но смотрите, лоза. То есть признаки вызревания, они есть. Процессы идут. Погода нам еще позволяет. Поэтому должно быть здесь все хорошо. Но опять же, это не значит, что вот синус такой вот. У него лоза не зреет. Просто так сложились обстоятельства. И это четко надо понимать. Фактически здесь раз, два, три, четыре, может пять побегов. На такой довольно взрослый куст. У него в принципе сила роста очень хорошая. Ну и вот. Вот такой он мощный. Так он сильно растет. Вот такая у него хорошая корневая. Которая может это все обеспечить. Ну и с таким кустом просто надо работать. Мы с Исны еще понимали, что у нас вопросы же равно могут быть тем не менее. Я думаю, что здесь мы справились. И все будет хорошо. Вот это у нас Юпитер. С ним вообще интересная история была. Не проснулись с основной почки совсем. Хотя лоза была вызревшая. Вот этот побег прошлого года. Лоза была вызревшая. Но почему-то по какой-то причине вот. Он пошел с запасных почек. Пошел крайне поздно. Но тоже процессы вызревания идут. Вот здесь вообще все хорошо. Вот на этом побеге. Ну там чуть хуже. Тем не менее. Пару недель. Хорошей погоды. И все должно быть замечательно. А у Мускат Глау. В этом году лоза зреет несколько хуже. Обычно у него вообще все замечательно с лозой. И лоза зреет лучше, чем у Галанта. Но в этом сезоне сложилось так. Причем опять же интересно. Смотрите. Вот крайние побеги. И вот полтора. Вот вызревшие. Некоторые такие еще желтоватые. Опять же особенно в сезоне. Здесь натуран. Сначала жутко тупил. Потом начал жировать. Переть как ненормально. Несколько раз. Я тут его чеканила. Лозы сначала стояли зеленые-зеленые. Потом вдруг раз. И резко вызвели. Ну и здесь еще, скажем так, процессы завершаются. Вот покажу. Вот здесь идеально полностью вызревшие лоза. Почти до верха. И таких лоз здесь достаточно много. А здесь же рядом Ландунар. У него все хорошо. У Мукузани несколько похоже. Мукузани тоже поджировывает. Но достаточно много побегов. Как бы неплохо вызревших. Вот это уже вот эти побеги Мукузани. Вот там если посмотреть, у головы куста. Ну есть. Есть там уже полностью вызревшие. Есть что-то зеленоватое. Ситуация вполне удовлетворительная. Вот здесь пара молоденьких костиков. Тоже процессы вызревания идут. На пару почек вызреть точно. А может быть и больше. В конце концов у нас еще пока что несколько недель теплой погоды. Так что нам спешить некуда. Тем более, что стояло тепло. Сейчас немножко температура начнет снижаться. Пойдет сигнал растению, что все-таки пора готовиться к зиме. И все будет замечательно. Надеюсь, вам было интересно. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под роликом нажав кнопку еще. Ссылка на каталог наших сортов и награды. Наши контакты. До новых встреч.